приветик всем снимаю видео о своих небольших покупочках так получилось что у меня собрались тут покупки по чуть-чуть в общем есть позиции из озона с вайлбери из магазина подружка и заказ фаберлик да и конечно рандеву начнем наверное с рандеву сразу скажу что видео абсолютно точно не спонсировано это было просто был просто мой заказ и в качестве подтверждения вы можете посмотреть в инфобокс я вам никакой промокод не обещаю что непременно было бы если бы это было работа совместная с рандеву в общем вы поняли что я хотела сказать для чего я делала заказ в рандеву я решила заказать пробники ароматов для того чтобы определиться и я понимала что выбрала я 9 ароматов я понимала что я мне не может понравиться все 9 ароматов но я была уверена что два пробника я покупаю точно зря потому что я уверена была на сто процентов что они мне понравятся да что из этого вышло в результате во первых ну естественно покажу что я купила значит здесь у нас жульет жульет хозыган сани сайт up монсера куку ваниль монсера соу блю монсера мелодия солнца жульет хозыган груши монсера феминити атер коллекшн это как-то кристальная любовь или как-то там называется ну что такое в общем который вроде бы снял снята с производства монсера французская ривьера и сицилия кроме этого я там взяла чтобы добить ну в общем чтобы получить скидку этот в 10 процентов она ожидается при покупке на сумму двух с половиной тысяч ну в общем мне не хватало 9 пробников стоили меньше поэтому я положила вот какой-то такой вот крем для рук не знаю с чем он с ирисом да и положила крем для ног от марки кора я никогда не пробовал я не знаю что это такое в общем крема для ног от коры у меня никогда не было но я отложу в сторону что касается по ароматам по поводу того что два аромата я купила впустую два пробника на самом деле вышло все не так те два аромата которые я полагала что зря заказываю потому что и так их точно куплю без всякого возражения это были вот эти вот два аромата это коко ваниль и соублю мне нравилось описание мне нравилось что я слышала от девочек на youtube в итоге из девяти ароматов вот эти два категорическое нет то есть вообще нет что касается коко ваниль для меня это аромат знаете вот дешевого крема с ароматом шоколада вот какие фикс прайс продаются вот такой вот невозможная гадость а что касается соублю аромат конечно хороший звучные такой свежий водный но мужской но на мой взгляд мужской поэтому эти два отметаются сразу вот все что остальное это что называется в работе кое-какие у меня преимущества я для себя выделила ну вот все таки определилась что вот груша жилет хазаган это вообще не мое и судя по всему совершенно не нужно насчет французской ривьеры я пока не знаю в принципе это то что я хотела бы и купила бы если бы я уже не купила аромат который больше меня устраивает вот в моих как это сказать моих пожеланиях которые фантазиях которые я не могу выразить в общем чего я на самом деле хочу хотелось какого-то такого вот водного аромата такого прям вау в общем сначала протестировала думаю ну все куплю эту французскую ривьеру а потом вот в золотом яблоке купила эту аквамуть я не помню как называется в общем это ролик о покупках в золотом яблоке и поняла что наверное французская ривьера не очень-то нужна на самом деле что касается сицилии вот этот аромат он очень хороший но мне кажется он такой простой что вы знаете это какой-то уровень каталожной косметики честное слово по звучанию кристальная любовь от отар коллекшн это как бы это вам сказать хорошо но все-таки вот знаете тестируешь в магазине это одно вот поносишь вот в спокойной обстановке я понимаю что наверно не стоит то есть я пробник использую у меня от никакого отвращения нет ну как бы и на этом все аромат какой этот жилет хазеган сани сайт а вот этот наверное я куплю но не сейчас чем он меня привлек я вам много раз говорила что когда-то сто лет назад тестировала аромат от серш лютан где мне очень понравились верхние ноты и больше ничего а дальше был кошмар а здесь дело такое здесь верхние ноты вот эта вся шапка вся та же самая потом она немножко глохнет а потом что-то такое невразумительное то есть как бы в целом получается аромат очень пригодны для носки но по всей деместрина часто придется обновлять чтобы слышать вот эти верхние ноты поэтому это все как бы я думаю мелодия солнца очень понравилась маме мужа и скорее всего я куплю этот аромат для нее буду были буду ли брать для себя не знаю принципе хороший такой симпатичный но не буду и наконец аромат который мне показался самым достойным таким внимание мне с ногтями это я морковь резала но неважно ладно в общем примените что хочу сказать скорее всего я его куплю мне интересно как он будет звучать зимой просто очень интересно если наверное куплю тогда уже и буду делиться мне показалось что это действительно хороший аромат дорогой и ну в общем подумаю наверное для зимы я специально до зимы оставлю вот этот вот пробник посмотрю как будет играть на холоде если зимой будет играть значит куплю если нет значит нет потому что летних ароматов и так вагонная тележка что взяла у фаберлик все уже сколько времени ушло на рандеву пасту зубную для мамы мужа она обожает вот эту пасту продент потому что она без втоп у меня на это по барабану а у нее с этим делом пунктик а себе я взяла тотал репе я люблю и периодически к этой пасте возвращаюсь мне очень нравится вкус очень нравится что по ценам я кстати не помню что чего сколько стоит мне кажется это не особо и важно и так же для мамы мужа я взяла зубную нить с мятным вкусом она все время покупает у фаберлик просто я водогонку раз уж я заказ делаю я и собственно говоря взяла новенькие для меня туши которые я не пробовала не так давно не появились я даже не знаю что такое для объема наверное для объема вот на них помню цену они были по 249 рублей и вот это вот тоже объемная какая-то черная ну посмотрим что это вообще такое будет из себя конечно же бальзамы для губ куда вообще без бальзамов я не знаю сколько я купила я вам оставила две упаковки чтобы показать объемы в которых я покупаю бальзамы то есть вот такими вот и как это сказать как же это называется лентами наверное в общем это с грушей они по десяти я понимаю упаковывать в фаберликах ну в общем-то сколько-то взяла я вот по десятке вам оставила показать потому что они уходят как хлеб и когда хорошая цена я думаю надо купить и пускай будет моя мама попробовала шампунь крапивный у фаберлик и осталась в восторге что касается меня не люблю я шампунь от фаберлик но мама так и довольна что я думаю ну возьму попробую не понравится в конце концов она мне с большим удовольствием его заберет да и цена вопроса собственно говоря никакая 139 рублей я думаю тут вообще даже говорить не о чем повторная покупка это конечно гели для душа таиланд это аромат пиннаколады и мой самый любимый гель это мехико что-то такое пассифлора и голубая гава что-то но не суть не важно решила попробовать тени мне как-то все время смущала цена потом я поняла что у меня срочно нужен один оттенок в результате дождалась скидки купила это вот из этой вот линейки псевдо натуральные как-то и называется я не знаю в общем скидка была 50 процентов я думаю ну возьму естественно я положила в корзину тот оттенок который меня больше всего интересовал 68 80 точнее единственный оттенок который меня интересовал сейчас я залез туда пальцем ну и решила что раз уж такая хорошая цена можно два взять оттенка ну и выбрала еще один естественно не угадала не знаю что с ним буду делать сейчас посмотрим на сводчих это 58 79 они как-то отличаются вот смотрите как-то голубые и зеленые в общем сейчас я залезу и сюда и сюда а в общем-то и ничего ну что будет в носке посмотрим хотя нет кстати он такой темный этот оттенок и на самом деле светлый получается посмотрим ну радует что упаковка не громоздкая они практически ничего не весит это меня почему-то радует что еще у фаберлик крем для тела которые с которыми не знакома это из линейки океану решил попробовать такой зелененький красивый пустячок а приятные гель для душа тоже из новой для меня линейки из этой линейки я еще и еще ничего не брала по тому что я слышала на ю тубе по описанию мне понравился я решила что мне понравится вот этот гель это ананас и лайм здесь линейка витамания как я понимаю называется то есть это наверное как это сказать реинкарнировалась фруктовая линейка которая когда-то была с смородиной там еще с чем-то в общем что-то какая-то модификация такая ну в общем в долгий ящик ставить не буду сразу же пойдет в использование чтобы понять надо не надо ну и соответственно тогда я уже пополню запасы чтобы у меня все это хозяйство было ну и посмотрю как будет играть как это сказать в этом наверное так единственная позиция из wildberries насколько я понимаю это скраб для ног из линейки foodworks в общем на самом деле я заказывала крема от натоптышей вообще-то одна цена была с этим скрабом заказ какой-то был но я не помню какой-то срочный в общем что нужно было забрать и сразу все распаковалась поэтому я не снимала ролик остался вот этот вот эта вот штука но я сквозь целлофан то упаковку увидела что foodworks все в порядке а когда уже пришла домой я увидела что это скраб на самом деле не крем мы думали пускай скоро постанется когда я в последний раз скраб для ног покупала тэйвен я уже не помню вообще что это такое ладно ерунда 1 по подружка возьмемся за подружку я купила когда-то я пробовала консилер аврора от вивен сабо только у меня по-моему был первый оттенок в общем я купил второй оттенок и я купил не себе до мама просила гать купи и все как я хочу попробовать судя по магазинам я так поняла что эта линейка ушла в прошлое но я купил он просто был в наличии все она попробует и определиться надо или не надо помните вышли новые тени и жидкие у вивен сабо артист шесть оттенков три матовых три блестящих оля ретто там четко говорила в своем обзоре что надо брать столько матовые оттенки то есть матовые хорошие блестящие куда не годятся как вы думаете что купила ира конечно купил блестящий оттенок я выбрал оттенок номер два и меня ничто не смущает не всякие разгромные отзывы на эту вещь в общем купила и все и почему-то меня это радует ну можете потом и избавлюсь кто его знает схватила крем для рук с розовым помыла просто мне понравилась упаковка еще один крем для рук почему бы нет скидка была на пену тропическим ароматом какая-то хорошая цена была по-моему 179 рублей в общем я взяла пускай будет потому что продукты эти очень даже неплохие у меня была какая-то вот вариация vox я осталась очень довольна купила 3d зика мы показывали само собой один очень нравится мне вот этот вот аромат зеленый чай матча и цветок сакура по-моему стоили по 209 рублей я взяла три штуки а потом пришла домой думаю может быть надо было взять больше нравится просто аромат и все по свойствам ничем не отличается от остальных дэзиков дав просто вот аромат что называется о ла ла повторная покупка купила тональник вот этот вот помните который раньше назывался шака-шака потом как-то все это пропало я думаю сняли с производства везде только с матирующей матирующей линейка с такой вот кажется вот такого цвета там крышка бирюзового тут смотрю появилась подружки уже это обновленная шейка и первый оттенок я думаю ну и все возьму ну с учетом скидки обошелся по моему 667 рублей какие-то цены остались в памяти поэтому я вам их обозначаю также так гель для душа а это вообще-то бы кстати было не куплено не в подружке а это я купила в ашане была скидка не смогла удержаться мне очень нравится этот гель от фа глухой пио у меня когда-то был он такой летний прекрасный приятный в общем я решила он сразу пойдет в ванну и я уже там скомпоновала все эти всякие летние штуки думаю чтобы летом по максимуму пока тепло использовать вот эти всяким такие тонизирующие позитивные штучки и еще одна покупка из подружки и тоже покупка повторная это сыворотка от из фолио с гиалуроновой кислотой так выглядит коробочка и так выглядит сама сыворотка что по сывороткам в общем вы помните какое огромное количество в свое время я их скупила они как-то все разошлись знаете что-то подарилась там что-то не понравилось кстати очень многое не понравилось я даже не могу сказать что вот чтобы такое как это сказать выделить что вот было куплено не напрасно но конечно не все еще открыто что-то еще имеется да вот это сыворотку я пробовала я не могу сказать что она какая-то волшебная нормальная просто и все вы меня спросите но если она у тебя есть зачем купила 2 я не знаю я просто захотела и купила а мама говорит что просто сезон опять начался в смысле опять мы сыворотки покупаем что это во все это не перерастет по счастью и последняя покупка это покупка из озона я купила твердое масло для тела кокос от марки the act вот так выглядит коробочка ничего не видно смысле они так название свое декорирует что не разглядишь и вот сама банка что касается вот этих масел для тела я покупала кажется два масла с виноградом и с чем и с манго манга стоит запечатанный виноградный только достала пока сказать ничего не могу кроме того что пахнет виноградным и соком как бы не очень на мой вкус что касается свойств это уже будет разговор в пустых баночках когда закончится ну вот такие вот покупки не на как я их называю не туда не сюда в общем как бы да вот что-то набралось мешок я думаю стоит надо его разобрать я вам покажу и все распределю по полочкам надеюсь видео было интересным полезного приятным всем большое спасибо всем пока пока